Доброе утречко всем. Оно у нас вот такое вот снежное сегодня. У нас выпал первый снег. Идём в садик. Да? Идём? Сейчас будет Новый год. Новый год скоро, да. Не сейчас, но скоро. Когда будет много снега, будет снеговик. Пока что его мало. Пойдём. Девчонки уже уехали. Им сегодня рано утром. У королейны нет. Учитель заболела. Поэтому она у нас вчера и сегодня. Не четверг, а пятницу. Она дома. Ух ты, сколько снега. Супер. Поправь свою штуку. Вот эту. Теперь у меня не холодно. Не холодно? Бонька. Ребёнок уже не выдержал. Пошёл на улицу со снегом играть. Я не смогу как-то отсюда выйдешь, Боня, отойди. Шапку надень. Да. Без шапки пошла. Передают ещё несколько дней. Может быть, завтра ещё снег выпадет. Нет, в окно не надо. Вот так вот они уже друг друга не боятся. Ходят друг за другом. Боня особенно ходит за Фионой. Да, Фион? Всё хорошо? Я мандарином пахну. Не нравится. Мандарин съела, она шугается. Не нравится, да? А? А тебе? Вот, видите, какая прелесть. Носиками дотронулись. Фиона пока ещё шипит на неё бывает иногда. Вот. Ну, особо не играют, но вот мимо друг друга проходят. Вот, слезят, куда пошли, что делают. Но пока таких вот прям игр нет. Написали тоже в комментариях, что он ещё плохой, не кормите им. И мы, конечно же, не собираемся на постоянке кормить этим кормом. Мы просто взяли на несколько дней, потому что заказали один хороший корм через интернет. Потому что его не было в этом зоомагазине. Пришлось нам заказать через интернет. Чем-то кошку кормить надо. Так что я надеюсь, что сегодня-завтра её корм уже придёт. И она будет его кушать. Но пока что покушаем такой. Ой, ничего страшного. Ничего, мне кажется, не случится за эти несколько дней. Так, что, мясной, что ли? Вот. Вот. Знаю, что это из эконом-класса корм. Но мы не собираемся постоянно им кормить. Только вот сейчас. Несколько денёчков. И Бонни тоже нравится. Бонни попробовал носить и ждёт. Кто это у нас тут? Куда она пошла? Она хвост ловит. Бонни. Нельзя. Нельзя рычать. Нет. Нельзя. Всё хорошо. Всё. Нужно их потом сфотографировать. Какие сейчас и какие потом будут. Вот. Ой, она играет. На Бонни. Бонни, ты боишься, что ли? Она играет с тобой. Бонни, Бонни, не бойся. Бонни, она с тобой играет. У тебя слишком острые когти, Фиона. У тебя очень острые когти. Она не хочет с тобой играть. Ей больно. Ты делаешь больно. Да. Ты делаешь больно, пузатик мой. Красотка пусть лежит. Вот так. Бонни убежала. Бонечка, пойдём сюда. Ко мне, моя хорошая. Ко мне. Ко мне, моя девочка. Вот. Поцарапала тебя, да? Покусала. Поцарапала, покусала. Ох, она эта Фиона. Хулиганка, да? Ты хулиганишь? Ты знаешь об этом? Стрелешь. Да. Ты хулиганишь. Стрелешь. Дети мне решили показать снеговика. Ой, нужно выключить фонарики. Сейчас вот. Так вот раз и всё. Ну-ка, где он там? Чужой снег тает. Где снеговичок? Ух ты, какой маленький. Больше не получилось? А, какая прелесть. Молодец. Ага. Чтоб не замёрз. Круто. Красиво. Давай ещё один. Ой, у меня эти промокать будут сейчас. Пошла по снегу. Они, смотрите, прилипают. Мам, давай ещё один. Ещё один? А тебе снега не хватит. Он уже растаял. Катай, катай, катай. Вот. По прямой, по прямой. Смотри, как к сапогам прилипает снег. Катюша уехала в торговый центр с подружкой. В общем, у них в школе, как и в прошлом году, они тянут бумажечку с именем одноклассника. И делают потом, по-моему, раз в неделю какой-то подарок до Рождества. Маргарита со школы так и не приезжала, потому что, в общем, она там осталась на обед. Потом у неё уроки до пяти часов. И потом, в общем, куда-то они поедут с классом в другой город. И в итоге она приедет часов в семь домой, в семь вечера. Ты всё поела? Быстро ты. И потом мы хотим поехать на каток. Потому что сегодня 26 декабря. Сегодня открыли каток возле торгового центра. И не требуется прививка. Порадовала нас новость, что на катке не требуется никакая прививка. Мы зашли на сайт. Ничего там не написано про сертификаты, про прививки или ещё что-то. Написано только цены. Я не поняла, нужно ли платить, если у тебя свои коньки. В центре города есть один каток. Не знаю, в этом году будут они делать или нет. Там, если ты приходишь со своими коньками, тебе бесплатно. Ты можешь кататься, сколько ты хочешь. А вот возле того торгового центра, я не знаю. Там написано цены для детей, для взрослых. Но ничего не сказано про коньки, если у тебя свои есть. Так что сегодня мы поедем кататься на коньках. Жаль, что не получится взять с собой бабушку. Потому что каток на улице, во-первых. Во-вторых, там сидеть негде. Она замёрзнет. Замёрзнет. Даже если бы она сидела, всё равно ей было бы холодно. Нужно сходить в подвал и достать коньки. Я примерно знаю, где они. В общем, это будет непросто. Наделась? Красавица. Что-то корм твой не едет. Я думала, сегодня приедет. Сегодня пятница, кстати. Чёрная пятница. И вообще я планировала сегодня в магазин поехать. Но папа наш вышел на работу. Он уже выздоровел. Но мы немножко приболели. Папа наш выздоровел. Мы немножко приболели. Но я. Дети нормально. Я приболела. Поэтому эти дни я не снимала. Насчёт завтрашнего дня. В субботу. Может быть, до обеда съездим. Попадём в магазин. Потому что я всё-таки хочу купить стулья. Я сейчас покажу вам, что стало с нашими. Это ещё хорошо, что наши стулья очень старые. И я их хотела заменить. Потому что что здесь с ними сделала кошка? Это просто от нас. Какие стулья у нас. Это она так забирается, чтобы попасть на стол. Вот. Она садится вот сюда. Потом она карабкается. И на стол. Ну, стульчики у нас старые. Видите, они уже. Смотри. Спинка вся продавленная. Поэтому мы. Не представляю, что было бы, если бы стулья были новые. Какие-нибудь дорогие. У меня был бы шок. Вот. Ну, вот этот целый. Несколько она парочку. Вот этот вот подрала, да. Вот тут вот царапина. Диван, слава богу, она не трогает. Вот то, что здесь застелено. Она поднимается, прыгает. Но вон там всё хорошо. Она не трогает. Она это делает не специально. Она просто карабкается. И залазит туда, куда ей надо. Не просто потому, что она пришла там и свои когти поточила. Нет. Она просто хочет залезть на стол. И сейчас, когда мы садимся за стол, обедаем, ужинаем, там, не знаю, завтракаем. Я её убираю в комнату. Потому что она непослушная. Она чует запах еды. Поела и уснула. Всё. Сытая. Она чует запах еды. И всё. И она начинает карабкаться, залазить на стол. Котёнок-котёнку два с половиной месяца. Конечно, она пока вообще ничего не понимает. Она чувствует запах еды. Всё. Ей надо понюхать, поесть. Её скидываешь. Она просто, она опять идёт. Воспитывать надо. Будем воспитывать. Очень много мусора от этого наполнителя. Я, может быть... Но что мне нравится, то, что можно в унитаз смывать. Просто взял, смыл в унитаз. Не знаю, может быть... Может быть, что-то другое ещё попробовать. Ну, в общем, как это закончится, я какую-нибудь другую добавку возьму. Удобно то, что можно смывать. Отзял, кинул, смыл и всё. Не воняет. Запаха вообще нет никакого. Запах именно, когда она вот по-большому сходит, тогда, конечно, запах есть. Его никакой наполнитель не уберёт. А так вот она сходила в туалет, вообще запаха нет. Ну, я только что пропылесосила. Здесь всё было в этих вот... Вот в этих крошках всё было, просто весь туалет. Угу. Дабы. Надь, убирай, тут кто-то разделся, футболку снял. Каролина, твоя футболка. Ты вечно где раздеваешься, там и бросаешь. Убирай. Не мой. Твоя, твоя, ты в ней спала. Не мой. Иди убирай. Не мой. Твой, твой. Не мой. Твой. Я сегодня хочу сварить гороховый суп. Бабуля попросила. Так. Поэтому. Идем варить супчик. Сейчас я думаю, раз. Две чашечки, я думаю, хватит. Две крючки. Вот так вот. Буду всё подготавливать, и он набухнет. Вот. Вот всё. Ну, где-то оставлю на минуток... На минут 15-20. Но пока. Почищу картошку. Ну, я люблю такой крупный картофель. Вот, например, беру две штучки вот такие. И всё. Мне для супа хватит. Мелкую картошку не люблю чистить. Очень долго. Да, Фёна? Ты со мной согласна? Нет? Не согласна? Я ей когти подстригла. Она мне уже надоела. Везде цепляется. Сейчас. Догубки. Всё. 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 Продолжение следует... 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 Да, еще нужно купить, за что цеплять. Тут есть Apple... Ой, нету наклейки. Ух ты, такая маленькая. Да, а ты что думала, большая? В общем, как раз весной, на следующий год, весна, лето, у нас очень часто будет открыта дверь, и на всякий случай вдруг, если убежит... О май гад, о май гад! Когда убежит? И как она? Просто телефон ее определяет, что ли? Да. Или нужно какую-то программу установить? А, только один телефон может определять. Ну, в общем, будем вот такую штуку цеплять ей на шею. Тут что, есть наклейки? Нет наклейки. Ты что, думаешь, всегда наклейки, что ли, будут? Да, это Apple. Хотя бы одну. Поела она? Соль, да. Молодец. Лаза, приходи, как она. А что за игрушка-то вам попалась? Вот эта вот, что ли? Куала. Куала, которую зовут Коку. Все пошли спать, а мы сели пазл собирать. Каролина, как всегда, у нас самая последняя. Я не знаю, если потерялись они или нет. Смотри, ты должна их разделить. Видишь? Тут полосочки. Полосочки только с полосками. У Маргоши голова разболелась. Ушла. Ушла она спать, но сегодня у нее прям такой день. Получается, проснулась она в 6.30. Не ночь. Ушла в школу, вернулась со школы в 7 часов. Потом поехали кататься на коньках. И потом вот приехали домой, и она говорит, что у нее голова разболелась. И куда ты лезешь? Ну что, на этом буду я заканчивать влог. Сейчас мы пособираем пазл. Время у нас сейчас полдвенадцатого. Да, полдвенадцатого. Полчасика я с тобой поиграю, потом я буду монтировать влог, потому что завтра не успею. На сегодня все. Увидимся в следующем влоге. Всем пока. Спокойной ночи. Я устала, я сама спать хочу. Пока. Пока. Это все. Она проснулась. Она целый день проспала, теперь она будет играть. У нее будни начались. Она будет теперь играть до часа, до двух. Продолжение следует. Продолжение следует.